Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как начать выходить из-за зависимости от нотсица, которая постоянно выводит мои эмоции, оскорбляет и говорит, что мне надо облечиться? При всем при этом у меня обострение УКР, которое произошло из-за этого товарища в какой-то степени. По сути, коммуникация с ней надо тоже ритуал своего рода. Каждый раз думаешь, что человек изменится, на время становится легче, когда сделаешь попытку коммуникации. Но в итоге человек не меняется, а психологическое состояние ухудшается. Я просто вчера думал, что вот все, точка с этим человеком, он перешел с экрана. Но вот опять навязчивые мысли и тревога из-за него под вечер. Просто не реагировать и не думать, как разобраться в своих чувствах к этому человеку. Мне нравились именно наши общие интересы, общения. Сама разносторонняя и умная личность человека. Как перестать разрушать свое здоровье, когда одна выгода противоречит другой в общении с этим человеком? Ну, смотрите, во-первых, почему вы думаете, что человек обязательно нарцисс? Что на это указывает? Дело в том, что нарцисс, если это действительно нарцисс, он в первую очередь что делает? Он в первую очередь пытается подчеркнуть свою ценность. за счет вас. И вы для него представляете ценность такую, как бы, ну, дополняющую. Почему вы думаете, что человек нарцисс? Не совсем понятно. Дальше, как начать выходить из зависимости, да, начать выходить? Ну, я думаю, первое, что очень важно, это прервать все контакты с человеком, вот, по крайней мере, по крайней Первая история. Вот, значит, прервать все контакты, все общение, прерваться со человеком, вот. Это, в общем, сделать это необходимое. Это первое, что нужно сделать, вот, а второе, что нужно сделать, это, в общем-то, начать разбираться, действительно, со своими чувствами, то есть начать их проговаривать, проговаривать их, ну, центрированно, не так, как вы думаете и перескакиваете на другую мысль, а именно додумывать, докручивать, допереживать, если угодно. Дальше, значит, вы пишите, что у меня обострение УКР, которое произошло из-за этого товарища в какой-то степени. Опять же, откуда вы знаете, что у вас УКР? То есть у вас есть диагноз или что, да? Ну, при УКР нужно проходить лечение, соответствующие препараты нужно принимать. это первое, второе, то что, ну, условно говоря, за, за УКР, вот, у нас что-то стоит, что, какие-то потребности, то есть навязчивость, это какие-то потребности, какие-то потребности ваши. ну, нужно посмотреть, что это за потребность, нужно постараться увидеть, что это за потребность, нужно попытаться это увидеть, вот, нужно это поисследовать, да? Понимаете? Понимаете, какая штука, какая штука. Вот. Вот, чтобы вы могли увидеть, что это за потребность у вас и чего вам хочется. Дальше. Коммуникация тоже ритуал, когда раз думаешь, что человек изменится. Почему? В какой-то степени, вот, то, что вы, ну, как-то надеетесь, да, что человек изменится, то, что вы рассчитываете на то, что человек изменится, вот, это история про ваши, ваши, ну, ваши желания, да, то есть это то, чего вы хотите, чтобы человек изменился. Вопрос, значит, что вы для этого получите? Какая потребность ваша, значит, с этим связана? Вот, это вот, ну, то, на что, ну, крайне важно обратить внимание. Потому что желать изменения человека по сути означает пытаться реализовать какие-то свои желания за счет другого. Соответственно, у вас это не получается, ну, естественным образом у вас это не получается, потому что другой человек не меняет, ну, ну, не меняется, другой человек не изменится, не изменится, так. И вы чувствуете как раз таки фрустрацию, вот вы чувствуете фрустрацию, а следствие чего и у вас такой дискомфорт получается, что дает ощущение, что вы ни о чем другом думать не можете. Ну естественно, как можно о чем-то думать, когда вы чего-то хотите и вы, условно говоря, нацелились на какой-то вариант этого, а это не работает, в прямом смысле слова. Дальше, в итоге человек не меняется, а психологическое состояние ухудшается, а вот как вы себе это, ну, представляете, что кто-то, кто-то, ну, человек будет меняться, как вам это видится вообще, то есть как это должно быть в вашем представлении, то есть вы же думаете, что человек изменится, потому что что? Это вы думаете, ну, так легко взять и изменить или что? Опять же, по мнению. Вот. Дальше. Дальше. Я вчера думал, да, причина вашей зависимости вполне может быть в том, что вы просто надеетесь, что человек, ну, что человек изменится. Я вчера думал, что все, точка, пришел все грани, а вот давайте раскроем, давайте раскроем, давайте раскроем. Что значит все, все, точка. Это как? То есть, ну, что опять же вы здесь имеете в виду? Что такое точка? Что такое, что такое человек, ну, перешел все грани, вот. То есть, ну, лучше элементарно просто, давайте раскроем это все, вот. Дальше. Вы пишете, опять навязчивая мысль и тревога из-за него подвески. Я думаю, что вы не совсем корректно здесь формулируете. Я думаю, что не из-за него, да, это, а это, ну, связано с ним. Как? Ну, давайте опять же, опять же. Давайте поисследуем. А что это такое? В навязчивой мысли, да, там, допустим, ну, допустим, допустим. Связаны, связаны, ну, с ним. А как они с ним связаны? То есть, как у вас вот навязчивые мысли, да, ну, вот ваши навязчивые мысли связаны, значит, с этим человеком. Вот. Что это за мысли? Вот. Какого рода это мысли? Вы говорите про, ну, про тревог, да, вот, у вас тревог. А что это вызывает? Чего вы боитесь? Очевидно, что, ну, чего-то боитесь, очевидно. То есть, я вот почему-то, там, подумал, да, не знаю, про чувства вины, вины. Вот. Нарциссы, они, ну, частенько, частенько могут, вот, вызывать, ну, чувство вины, да, то есть, вот, чтобы как раз-таки удерживать своего партнера. Просто не реагировать и не думать, ну, я думаю, что у вас не получится, я думаю, что вы уже, 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 как-то реагируете и уже думаете. Вот. Поэтому, я думаю, что не получится. Как разобраться в своих чувствах к этому человеку? Отследить вектор. Вот. То есть, то, к чему стремится чувство, к чему она стремится. Ну, то есть, например, если мы говорим, там, допустим, мы говорим о любви, да, к примеру, мы говорим о любви. То, как это любовь, если это любовь, вот, а как она проявляется, то есть, вот, в какой форме, к чему стремится, к чему стремятся ваши чувства. Вот. Дальше. Мне нравились наши общие интересы, общение, сама равномерная личность, человек. Ну, то, что вы описываете, это же дружба. То, что вы описываете, не является, ну, каким-нибудь романтическими отношениями. Вот. С другой стороны, вы, конечно, и не пишете, что, не пишете, что у вас романтические отношения. Просто такая вот, ну, такие серьезные последствия, чаще всего именно в романтических отношениях возникают. Поэтому я подумал, что у вас романтические отношения. Но, если нет, вот, это другой вопрос. В целом, я думаю, что этот человек, ну, что человек, как-то, вот, вы, ну, знаете как, вышел на ваш внутренний конфликт какой-то. Вот. И он, значит, ну, активно этот конфликт использует для того, чтобы, вот, вас удерживать. Вам нужно самостоятельно обратить внимание на этот конфликт свой внутренний. Вот, что с чем у вас конфликтует. Вот, вы пишете, что боль в тегах, вот, что болит, прожить это и так далее. Еще одно такое небольшое предположение мое заключается в том, что вы, ну, как-то легко отказались от своей жизни. Вот, на мой взгляд, легко отказались от своей жизни. Вы, и, в общем-то, ну, переключились, да, на, вот, человек. А, значит, возникает вопрос, да. За счет, за счет, за счет, за счет чего вы столь легко отвлеклись на него, на, вот, мужчину от своей жизни. За счет чего? Ну, то есть, то есть вам неинтересна ваша жизнь, получается. Вам она, ну, не привлекательна, да, не нравится, не нравится вам еще что-то. Вот. Вот. Как, как это, как это случилось. Вот, в принципе. Вот, я думаю, что, на эти вещи вам нужно обратить внимание. Вот. Значит, обязательно, обязательно к врачу, вот, сначала общей практике он вас направит уже более узкому специалисту. Либо вы сами можете обратиться, обратиться к врачу тому, ну, если, если считать, ну, если считать, что, значит, что у вас, ну, какие-то серьезные достаточно, достаточно симптомы. Ага, вот, дальше, значит, нужна психотерапии вам, то есть, работа с психологом необходима, вот, потому что вам, ну, по-видимому, требуется поддержка. Поддержка, да, вот, по-видимому, по-видимому, вам требуется помощь, да, действительно, в том, чтобы, вот, ну, себе, себе разобраться. Вот, и вот, соответственно, подготовьтесь к тому, что вам, ну, самой придется, по-видимому, меняться. Да, то есть, ну, то есть, ну, то есть, вот, тот вопрос, на который вам нужно себе ответить, да, вот, а готова ли меняться я, вот, то есть, ну, хочу ли я, да, или готова ли я меняться. Вот, вот, пожалуй, такой ответ вам можно сейчас дать, вот, с точки зрения психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Вот, вот, желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго, вот, сочувствую, сочувствую вам, что вы попали в такую, в такую ситуацию для себя. Вот, вот, ну, хочется сказать, что, скорее всего, попали вы мне его не случайно, не случайно. Вот, то есть, я так думаю, что были какие-то для этого предпосылки, чтобы вы попали в эту ситуацию. Поэтому не стоит думать, что все-все-все здесь из-за этого человека, да, и он там во всем минал. Нет, никто не минал от ни в чем. Вот, он, у него свои проблемы, у вас свои проблемы. Просто вот это, образовал такой вот симбиоз. Вот, ну, нужно из него выходить. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.